Как заставить подрядчиков работать быстрее и качественнее? И что делать, когда все сроки по сдаче объектов, установленные контрактом, нарушены? Эти вопросы одни из самых актуальных для строительной сферы Ненецкого округа. В 2014 году в двух поселках региона Индиге и Красном должны были открыться новые школы. Сегодня эти объекты числятся в списке долгостроев. Если школа в Красном имеет все шансы быть сданы в эксплуатацию в текущем году, то над новой школой в Индиге висит большой знак вопроса. Затяжное строительство объектов образования попало под пристальный парламентский контроль. Ход строительства школ в Индиге и в Красном стал главной темой для обсуждения на заседании постоянной комиссии собрания депутатов по социальной политике. Один из самых обсуждаемых общественностью долгостроев – школа в поселке Красное. Объект начали строить по заказу Заполярного района еще в 2012 году. Подрядчик общества с ограниченной ответственностью ЛЕРО неоднократно переносил сроки сдачи в эксплуатацию. А в августе 2015 строительство и вовсе было приостановлено по требованию районного управления ЖКХ и строительства в связи с тем, что подрядчик самовольно отступил от утвержденной проектной документации при возведении опорного узла кровли в актовом зале, изменив конструктивную схему. В октябре работы были продолжены. Сегодня школа в Красном готова более чем на 95%. Подрядчик, устраняя замечания по благоустройству и отделочным работам, производит подготовительные работы для производства пусконаладочных работ систем и оборудования. Данным подрядчиков завершение работ планируется до конца 2016 года. Но часть работ в рамках гарантийных обязательств они обязуются провести в теплое время следующего года. Здесь, значит, есть такой нюансик для того, чтобы избежать по возможности ситуации, когда те работы, которые перенесены в рамках гарантийных обязательств на следующий год, в связи с тем, что подрядчик потерял лето из-за разных, в основном, финансовых проблем, сейчас у них с деньгами немножко стало получше, а летом стояли практически, денег не было. То есть в связи с этим лето они упустили, а какие-то работы требуют теплого времени года. И теперь вот этот перечень работ, которые они предложили нам по гарантии сделать в следующем году, мы пытаемся согласовать с Роспотребнадзором, чтобы не получилось так, что вся школа будет готова, скажем, в декабре до конца года, а из-за каких-то работ, которые попали в список гарантийных, значит, лицензия образования на образовательные деятельности может быть не получена. То есть, поэтому мы хотим, чтобы Роспотребнадзор нам обозначил тот минимальный обязательный перечень мероприятий, которые надо сделать сейчас, чтобы это не повлияло на задержку получения лицензии уже департаментом образования. Ход строительства школы в Красном контролируют не только Заболярный район, но и депутаты собрания депутатов округа. Парламентарии уже неоднократно выезжали на стройку, общались с представителями компании-подрядчика. Напомню, сегодня 212 школьников поселка Красное учатся в приспособленных для этого помещениях. На фоне ситуации в поселке Красное куда печальнее выглядит возведение школы в поселке Индиго. Если Красновская школа имеет все шансы быть сданным в эксплуатацию в текущем году, то над индикской школой висит большой знак вопроса. Ее история началась также в 2012 году. Окончание работ было запланировано на ноябрь 2014. Подрядчик строительства – Ниницкая нефтяная компания. Но фактически объект возводит субподрядчик, тот же, что и в Красном – компания «Леро». Сегодня школа в Индике построена на 58% и нет никакой определенности по срокам окончания строительства. Мы понимаем, что основные проблемы связаны с подрядчиком в одном месте, а в другом – с субподрядчиком. Как можно на него повлиять? Есть ли какие-то объекты у фирмы «Леро» в Аханьске? Есть. Она строит там многохвартирные дома. Не знаю, как работает в Аханьске, есть кому-то, работает плохо. Вот, наверное, да, морально будем давить. Позорному столбу приквозди. Ситуация по школе Индига. Все понятно, Михаил Николаевич. На сегодня управление ЖКХ и строительство района работает вместо Ниницкой нефтяной. Мое мнение, мы должны с директором разговаривать, и здесь должен сидеть директор Ниницкой нефтяной, и рассказывать, как он в качестве подрядчика исполняет контракт. Расторгать с ним, я считаю, однозначно нельзя. Расторжение контрактов с подрядчиками, по словам представителей Заполярного района, приведет к еще большему простаиванию объектов. Суды затянуты без того сорванные сроки строительства. Найти нового подрядчика, который возьмет проблемные объекты, будет сложно. Кроме того, после расторжения контрактов придется пересчитывать сметы, которые были рассчитаны по ценам 2012 года. В реальной действительности стоимость объектов в разы выросла. Таким образом, завершение работ и район, и округ ждет от прежних подрядчиков. А уже после сдачи объектов заказчик подаст исковое заявление в арбитражный суд Архангельской области с требованием о взыскании штрафных санкций за просрочку исполнения муниципального контракта.